друзья всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут яна и мои сегодняшнее видео будет о моих парфюмах моей небольшой коллекции парфюмерии парфюмов духов туалетной воды и так далее это такой был небольшой запрос у меня несколько раз просили показать что же у меня есть в моей коллекции на самом деле я такое видео уже снимала где-то может быть год назад может быть чуть поменьше с тех пор у меня коллекция не сильно изменилась вот но люди просят я как бы хочу показать мне не сложно единственное что я не очень умею описывать ароматы в принципе я вообще не умею описывать ароматы как они звучат как я их слышу какие там нотки я просто покажу что у меня есть что мне нравится что мне не нравится но в принципе как мне в основном все нравится потому что у меня есть это в коллекции поэтому прошу не судить меня строго как я буду рассказывать просто поделюсь тем что у меня имеется в коллекции периодически я пополняю коллекцию что-то я дарю потому что не пользуюсь у меня это просто так стоит я знаю что я этим не буду пользоваться я отдаю вот и давайте начнем кому интересно такого плана видео оставайтесь со мной и первое что хочу показать это вот такая коробочка от, кстати, духов Эйвен, туалетной водички от Персив. Сами духе я уже подарила. Ну, не духе, а парфюмерная вода это. Была лимитированная коллекция когда-то. Я их подарила. Коробочка у меня осталась. Здесь у меня лежат пробники тоже от Эйвен. Вот их очень тут много у меня. Я даже не знаю, какие они тут. Я целую коллекцию когда-то заказывала. Есть вот какой-то Рейр Платинум. Что тут еще? Эйвен, Лак Лаш Фо Хилл. В общем, я читаю, как умею. Инконденсанс. Кстати, вкусненький инконденсанс. Мне раньше всегда нравился. Вот Персив есть. Также есть Прима. Я даже их не открывала. Как вы видите, они все у меня запечатанные. Надо уже открыть, что-то хоть понюхать. Некоторые ароматы у Эйвен новинки, а я даже не знаю. В общем, здесь я не вижу, что. Так, это Эйвен Черриш, The Moment. Английский мой тоже. Простите, я не очень хорошо. Здесь просто Эйвен Черриш. Так, 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 так. Ультра Секси Пинк. Дальше что тут есть? Attraction for her. Attraction. Мне нравится, кстати. Эйвен Рейв Платинум опять. Это, кстати, вот недавно, да, по-моему, заказывала себе Эйвен. Какой-то Fimi, наверное, так, если я не ошибаюсь. Persever for her. Для мужчин, что ли. И вот это вот Alpha for her. Не знаю, вот что-то за ароматы. Показала всем пробники. Ну, это так, небольшое отступление. Дальше. У меня, кстати, есть еще, да, пробники, которые уже, конечно же, давно надо открыть, использовать. Я не знаю. Я вот сейчас начала убирать там у себя на полочке и нашла еще вот такая вот бумажка. Это, по-моему, из Cosmopolitan какой-то для мужчин. Какой-то Rodriguez. В общем, даже прочитать не могу. Gucci есть тоже, надо будет попробовать. Тоже из журнала. И есть вот что-то такое. Какое? Какое, мадемуазель от Chanel тоже просто понюхать. Это были тоже какие-то пробники в Cosmopolitan. Я раньше всегда покупала этот журнал. И вот у меня эти пробнички остались. Затем у меня есть вот еще несколько пробничков из коробочек красоты. Это вот Boss. Hugo Boss. Нравятся мне, в принципе, эти ароматики. Это у меня... Я ими как бы пользуюсь, но тоже не часто. Затем вот есть Bon Bon Victoria О, господи, да что я заговариваюсь. Victor Rolf. Вот если я правильно читаю. Очень такой сладкий аромат. Ну, я как-то брызгалась, потом перестала. Не знаю. Здесь вот у меня уже вообще все стерлось. Это, по-моему, было что-то у Givenchy. Если я не ошибаюсь. Затем у меня есть вот Gucci Flora. Оно тоже такой двоякий аромат. Не очень мне нравится. Но иногда я им пользуюсь. Какой-то он такой уже, знаете, для женщин где-то постарше, мне кажется. И есть вот такой вот тоже от Hugo Boss. Mauai, наверное, как-то вот здесь написано Ма. Ну, в общем, вы поняли. Я говорю, я по-английски не очень. Вот этот аромат мне очень нравится. Такой приятный. В общем, от Hugo мне понравились. Ароматики, в общем, такие пробники. И есть еще два пробника вот такого плана. Михаил Корс какой-то 24 Бриллианта Голд и Роз Радиант Голд. В общем, читаю я, конечно, так себе. Два пробника целых. Я их еще не пробовала. Нюхала сладкий аромат. Это мне давали в подарок. В золотом яблоке что-то я покупала. Тоже какие-то туалетную воду вот давали. Они дают всегда пробнички в подарок. Ну, собственно, дальше уже не пробники. Кстати, мужской парфюм я показывать не буду, потому что ну, там у мужа есть бутылечка в пять. Я про женские-то не умею рассказывать, а про мужские тем более. Есть у меня вот такая водичка от Avon с какой-то Essence Kent. В общем, здесь лимон и вербена, лайм и вербена. Я ни разу не пользовалась, так она у меня и стоит. Было у меня еще что-то из этой серии, но я подарила. Аромат неплохой, но как-то вот, не знаю, не пользуюсь я редко. Я в самом конце, уже ближе, в конце видео покажу тем, чем я пользуюсь постоянно. То есть, самые свои любимые духи и то, что у меня просто стоит как бы в коллекции. Затем у меня есть вот такая туалетная вода. Даже не знаю, как она называется, потому что уже никаких названий тут, по-моему, нету. Lovelli, Hurt, Sweet, не знаю. Когда-то я покупала, потому что мне понравились вот эти вот сердечки в Литуале. И запах такой, знаете, сладковатый. Я вообще не очень люблю сильно сладкий аромат. Это вот что-то такое сладкое, не могу даже, ну, не умею описывать аромат, вот честно. Затем у меня есть вот такой вот черриш от Avon. По-моему, мне его присылали в подарок. Когда в прошлом году я первый раз, когда зарегистрировалась в Avon, стала представителем, мне присылали его за 49 рублей в подарок. Аромат приятный, похож на Нину Ричи. Ну, как-то я тоже пока что не пользуюсь. Не знаю, почему. Дальше я вот как-то не так давно заказывала в Faberlic вот этот цветочный букет. Тоже это была какая-то новинка. Читать даже не буду, Bon, The Jardin, короче. Я вычитала, что там будут ноты пиона, так как я очень люблю аромат пиона и думала, здесь будет мне прямо очень вкусно пахнуть, но на самом деле нифига подобного. Не понравился мне аромат. Очень сладкий. Я, в общем, планирую вообще подарить, короче говоря, эти брюки, потому что я ими не буду пользоваться точно. Единственное, мне нравится очень флакон. Такой красивый, зелененький, такой какой-то изумрудный, крышечка такая, как алмазик. Флакончик очень достойный, красивый. Дальше у меня есть еще с каких-то там, не знаю, лохматых времен вот такой вот Far Away от Avon. Тоже пару раз я им брызгалась. Не знаю, что меня вообще тогда потолкнуло заказать эти духи. Ну, туалетную воду эту Far Away. она настолько ярко, выраженно пахнет, напоминает мне, да нет, даже не красную Москву, нет, но аромат просто удушающий. Вот мне кажется, это уже для женщин лет 70. Я никого не хочу обидеть, кому нравится Far Away, но мне кажется, это уже что-то такое, ну, не для молодых девушек и женщин, что-то для людей постарше. Прошу не обижаться, но это лично мое мнение. У меня они стоят и просто стоят в коллекции, пусть стоят. Я даже не знаю, кому их подарить, если честно. Затем у меня есть вот такой тоже раритет, я бы сказала, от Ariflame. Гавана какая-то. В общем, здесь немножко осталось. Это тоже я заказывала, когда была еще беременна, по-моему, первая дочка. То есть это 2010 год, 7 лет назад. Тоже такой сладкий, восточный какой-то аромат. Может быть, есть какой-то такой вот так вот, савана, вот это вот, что-то вот из этого рода. Но, на самом деле, вот я сейчас нюхаю и пахнет приятно. И вроде бы надо уже использовать, потому что, ну, все равно сроки годности подходят к концу. И уже, наверное, подошел давным-давно к концу. Но нравится мне этот аромат. И я вот берегу, берегу, конечно, надо использовать. Я понимаю. Затем у меня тоже еще один раритет. Тоже Арифлейм. Даже не знаю, как называется. Есть тут какое-нибудь название или нету? Сити, Сити Оазис. Тоже в том же году заказывала. Когда-то, да, я тоже занималась этим Арифлейм, заказывала. Потом как-то забросила это дело. Тоже очень нравится мне этот аромат. Он сладковатый такой. Не знаю, что он мне напоминает. И тоже у меня, видите, осталось на донышке, как говорится. Ну вот, пока берегу. Затем еще один ароматик от Арифлейм. Ой, от Арифлейм. Все, сейчас я опять начну путаться. Мне потом, я когда бальзам для губ снимала, я путалась. Арифлейм с Фаберлик перепутала, в общем, с Ифраше, потому что рассказываешь одно, другое, и могу я перепутать. Так что не обращайте внимания. В общем, от Фаберлик аромат Феста Девита тоже не особо мне нравится. Я пару раз, конечно, его использовала, но не задалось. У меня вообще с ароматами от Фаберлик дружбы не произошло, к сожалению. Не знаю, не нравятся мне никакие вот туалетные водички от Фаберлик. Я уже некоторые даже дарила, на самом деле, потому что, ну не знаю, почему, вот не нравится мне, что-то как-то не идут, они мне не подходят, они мне какие-то вот ароматы не мои вообще абсолютно. Вот, хотя вообще в косметику Фаберлик, гели для душа, все вот это вот я люблю, мне нравится. Затем у меня есть вот такой вот, это как миниатюрка, наверное, считается здесь, 15 мл, но не миниатюра. В общем, это Аура, ну, как сказали, там не только писали в какой-то коробочке красоты, такой ароматик, конечно, приятный, но мне кажется, тоже такой для женщин уже постарше, в возрасте, не знаю там, какого возраста, конечно, я понимаю, у каждого свои предпочтения, но пусть стоит, я все равно когда-то использую его, я надеюсь. Затем у меня есть Little Black Dress, вот такой вот с шариковым этим аппликатором, когда-то давно очень мне нравился Little Black Dress, сейчас, в принципе, такой интересный аромат, иногда буду пользоваться, просто он у меня совсем недавно, но использовать я его буду обязательно, потому что мне нравится. Также у меня есть вот такая вот сладенькая водичка груша карамельная, это была какая-то лимитированная, по-моему, коллекция когда-то там, не в прошлом, а, наверное, в позапрошлом году. Карамельная груша, да, так, 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 понюхаем сейчас, сижу с вами нюхаю, мне нравится, но очень сладко, очень сладко, я ее подарила Еве, говорю, Ева, это будет твоя водичка, ну, аромат приятный, но достаточно приторный. Затем у меня есть вот и фраше, вот такая вода, момент, да, да, в общем, я не знаю, как это правильно описать, мне этот аромат нравится, у меня была миниатюрка такая, потом я заказала себе в полном размере, ну, может быть, не в полном, тут, наверное, 30 мл, вот, бывает еще побольше, ну, сейчас пока она у меня стоит, в принципе, я редко пользуюсь, ну, как-то периодами, невозможно же все духи одновременно выбросить, правильно? Затем у меня есть тоже и фраше, и нерали, ну, рисковато, для меня рисковато, тоже, мне, по-моему, она приходила в подарок на фраше, если я не ошибаюсь, ну, возможно, что когда-нибудь я ее все-таки буду использовать, так, одна еще из моих новиночек, это Avon Attraction, если я правильно читаю, Attraction Rush, мне она тоже пришла в подарок, потому что, ну, у меня был перерыв в заказах Avon, почти год, я ничего не заказывала, мне пришлось по-новому регистрироваться, Мариночка, большое тебе спасибо, что ты мне с этим помогла, и вот в подарок за то, что я сделала первый заказ, в следующем заказе, мне за 49 рублей пришел подарок, вот эта туалетная вода, очень она мне понравилась, я даже не ожидала, аромат просто потрясающий, я буду пользоваться с удовольствием этой туалетной водой, обязательно, и я знаю, что там есть еще какой-то, это Attraction Rush, а есть еще посветлее бутылек, тоже хочу заказать, потому что очень мне понравилось, затем у меня есть, тоже мои, старички мои, это Нина Ричи, когда-то мною самые любимые, обожаемые духи, наверное, лет 9-10 назад, я только ими и пользовалась, только успевала покупать эти флакончики, классный, приятный аромат, ну, тоже сладкий, раскрывается, вот, очень классно на теле, классно, 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 все слова поразиты, меня просто, надо уже, книг больше читать, раскрывается, ну, мне нравилось, как он раскрывается на мне, и я чувствовала этот аромат, всегда на себе, хотя, по идее, как говорят, если тебе подходит аромат, то, ты не должна его чувствовать, но я вот чувствовала, и, в принципе, мне до сих пор нравятся, эти духи, этот аромат, вот он такой, знаете, новогодний, вот как раз сейчас, таким брызгаться, что-то сладковато, на лето это будет слишком, мне кажется, слишком ярко, затем у меня есть вот такой вот, пробничек, не пробничек, миниатюрка от Монталь, это мухалат, люблю я, вообще люблю Монталь, у них все такие интересные ароматы, блин, только стоят они очень дорого, поэтому у меня уже, наверное, этому ароматику года три, он у меня стоит, я его берегу, это такой, вы знаете, восточный, восточный-восточный аромат, восточные сладости, мне напоминает какую-то жвачку, кто помнит, была жвачка, я вспомнила, какую мне жвачку это напоминает, была жвачка, тату, тата, тата, красная упаковочка, и там девочка, китаяночка, или японочка, или кореяночка, надувает шар, и там нарисованы иероглифы Тата, она называлась я не знаю, это было в 90-х годах, я жила в Хабаровске у нас там Китай, как вы знаете, был рядом у нас все эти жвачки были, не знаю где у вас были такие жвачки в детстве или нет, но кто с Дальнего Востока 100% должен знать эту жвачку, из которой надувались просто огромные пузыри и вот сейчас я поняла, что эти духи мне напоминают аромат этой жвачки вот, очень нравится тоже берегу и тоже такой аромат вот сейчас вот зимой на Новый год брызгаться, это люблю, это я уже то, что я уже люблю, сейчас показываю то, что я люблю, чем я пользуюсь сейчас, дальше это Живанши Дан Леонойер, наверное, ну я уже как обычно говорю на мой английский не обращайте внимания, это была миниатюра мне ее тоже присылали, аромат свеженький мне нравится ну как-то мне кажется он очень быстро выветривается затем еще одна моя любимочка это Герлен, тоже миниатюрка обожаю эти духи пользуюсь вообще редко, берегу уже полфлакончика использовала так как это вообще миниатюра просто потрясающий такой сладкий аромат здесь, по-моему, смородина есть черная, если я не ошибаюсь мне нравится вот именно это платье хочу в полном размере не знаю, может быть, когда-нибудь все-таки осуществлю свою мечту и куплю себе полноразмерку дальше у меня есть вот такая туалетная водичка Хлоя Хлоя Лавстори тоже мне нравится тоже я сейчас пользуюсь она у меня в использовании не так часто тоже сладковата но мне нравится раскрывается на теле потрясающе держится отлично хорошо и в общем это мои любимые духи сейчас я показываю затем еще то, что мне очень нравится это Эклад да не Эклад это Ланвин только не Эклад а название я не могу прочитать Трумер Ту Роуз в общем я всегда покупаю обычно вот эти духи эти духи у меня есть постоянно они у меня есть всегда только они у меня заканчиваются я бегу покупая новые потому что это самые мои самые из всех вот из этих это мои самые любимые духи самые любимые туалетная вода это Эклад от Ланвин и вот летом я поехала за очередным флакончиком и консультант мне говорит попробуйте что-нибудь другое вот есть еще вот смотрите тоже от Ланвин только вот опс падаете да тихо-тихо да что такое вы че духи развалились в общем все духи у меня ну ладно сейчас я их поставлю она говорит попробуйте ну я знаете понюхала думаю охота что-то новенькое попробовать тоже такой приятный свежий аромат немножко с горчинкой ну здесь я так понимаю есть роза нравится тоже пользуюсь как вы видите на постоянной основе в основном и вот ну это вот вообще моя самая любовь самая моя любимая любовь это Эклад это Ланвин ни на что я не могу променять эти духи по туалетную воду это просто это для меня это просто вообще божественный аромат я обожаю этот аромат свежий приятный раскрывается вообще еле уловимый потом я вот этот аромат практически на себе не чувствую но все кто слышит и мне говорят что у вас за духи что у вас за духи ну очень многим нравится ну не только мне одно я знаю нравится Эклад вот и все вот и показала я все свои флакончики с духами с туалетной водой я еще раз прошу не судить меня строго как я это все рассказала показала я просто хотела показать то что у меня есть потому что мне просили покажи свои водички туалетные я показала вот еще раз прошу прощения если как-то что-то не так рассказала в общем кому понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик под видео чтобы всегда быть в курсе когда мне выходят новые роли я в свою очередь конечно же буду готовить для вас новые видео новые обзоры вот всем пока-пока и до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok